Товарищи, приближается день голосования поправок в действующую Конституцию России. Власти стараются получить всенародную поддержку задуманным изменениям. Целыми днями разные люди с экранов телевизора рассказывают нам, почему надо идти и голосовать за. Оппозиционные режимы силы выступают резко против, хоть и по разным мотивам. В чем тут дело? Политика каких классов и групп скрывается за различными призывами? Вспомним, в 1993 году под отголоски выстрелов из танковых орудий была протащена ныне действующая Конституция, выражающая интересы класса частных собственников. Национально ориентированная буржуазия тогда была слаба, малочисленна и не смогла законодательно закрепить свои особые интересы в Конституцию. Напротив, та часть российских капиталов и их владельцев, интересы которых были связаны с интересами буржуазии западных стран, доминировала внутри России экономически и политически. Это доминирование нашло свое выражение в том числе в документе, который они называют демократической Конституцией. Но время не стоит на месте. Соотношение сил между этими отрядами буржуазии изменилось. Российские капиталы значительно выросли, окрепли. Их владельцам стало тесно в рамках Ельцинской Конституции, закрепляющей подчиненный правовой статус национальной буржуазии. Например, приоритет так называемого мирового права над российским. Национальным капиталом срочно требуется и патриотическая риторика, и запреты на отчуждение территории и ресурсов, и различные меры по ослаблению институтов западных демократий и по укреплению собственного государственного аппарата, в том числе путем запрета иметь собственность и гражданство других стран. Интересы российских капиталов не ограничиваются рамками России. Они начинают бороться за лидерство на мировой арене, вступая в жесткую конкурентную борьбу. Здесь и кроется истинная причина протеста со стороны Навального, Явлинского и прочих либеральных деятелей, которые выражают экономические и политические интересы своих западных покровителей и партнеров. При этом они, безусловно, справедливо указывают на опереточный характер самого голосования, на нарушение режимом демократических норм и правил при его проведении, на усиление личной власти Путина и прочее. Разгневанные либералы называют происходящее даже конституционным переворотом. Отметим, ныне действующая конституция, которую они как бы отстаивают, также была принята с вопиющими нарушениями. Право частной собственности на средства производства также остается нетронутым. Так что никакого переворота не происходит. Буржуазия остается при власти ее нынешний гарант. При этом пострадают трудящиеся, так как произойдет законодательное закрепление ужесточения диктатуры крупного российского капитала, его реакционного характера. На это закрепление власти хочет получить поддержку народа, легитимировать в его глазах свои поправки. Для отвода глаз, для прикрытия, для мононаверчивых внесен так называемый социальный пакет, ничего абсолютно не добавляющий к уже существующей законодательной базе и не способный изменить в лучшую сторону жизнь трудящихся. Именно об этом соцпакете и о патриотических новациях рассказывают нам с утра до вечера разные дяди и тети с голубого экрана. Побуждают прийти на участки и поддержать их голосование. Ругают тех, кто выступает против поправок. Делают вид, что не понимают, против чего и почему выступают те или иные противники этих поправок. Политические представители мелкой буржуазии, самозанятых, буржуазной интеллигенции и вместе со своим классом, группами, долгое время выбирали позицию, колебались. Так КПРФ в первом чтении поддержала поправки, но в дальнейшем позицию изменила. Своё сотрудничество с властями на первом этапе товарищи объясняют надежды на ремонт действующей Конституции в интересах большинства граждан. Они разработали и внесли больше сотни поправок, которые не прошли. Звучат обиды на экспроприацию собственности так называемых народных предприятий, на преследование Грудинина, на отказ властей учесть интересы стоящего за КПРФ сообщества при рассмотрении в Госдуме статей бюджета. Одним словом, договориться с властями им не удалось. В условиях падения экономических показателей, в том числе и по причине карантинных мер, крупная буржуазия намерена экспроприировать мелкую, что она и делает, вызывая протест как со стороны последней, так и их политических представителей. Страдает не столько мелкий бизнес, сколько непосредственно трудящийся. За несколько последних месяцев безработица в отдельных регионах России выросла в 2-3 раза. Реальные доходы населения существенно сократились, а вот прибыль у владельцев крупных капиталов даже выросла. Эта вопиющая социальная несправедливость при распределении произведенного общественного продукта создает напряженность в обществе, угрозу массовых протестов. Власть старается ситуацию контролировать и внутри страны, и за ее пределами. Ей необходимо срочно закрепить поправки в Конституцию, заручиться поддержкой граждан. Сознательным трудящимся поддержать эти поправки голосованием «за» ни в коем случае нельзя. Это главное и основное. Следующий вопрос. В какой форме выразить свой протест против законодательного закрепления диктатуры крупного капитала? Самый действенный способ – это массовые забастовки, митинги, демонстрации. Однако, пока такого накала борьбы в обществе нет, рабочий класс еще не готов, не понимая от необходимости революционных преобразований и своей роли гегемона. Без доминирующего участия рабочего класса, без сознательного фактора, народный протест и массовые волнения не способны ничего принципиально изменить в положении трудящегося большинства. Поэтому мы обязаны использовать любую возможность для прояснения классового сознания пролетариата. Полицовет ЦК Российской Коммунистической Рабочей Партии сделал заявление, где изложил свою позицию по голосованию. Главное, как уже сказал, поддержать эти поправки, стыдливо прикрытые социальной демагогией, ни в коем случае нельзя. Как себя вести при голосовании? Байкотировать или голосовать против? Аргументы можно привести в пользу и одного, и второго. И бойкота, и голосования против. Главное, создать из противников поправок общий фронт. Действовать слаженно. Над этой задачей мы и работали. Мы обратились к КПРФ, к Геннадию Андреевичу, с этим предложением. Но ответа не дождались. Общего фронта на данный момент нет. В этих условиях полицовет посчитал наиболее целесообразным поддержать тактику бойкота, отказывать участие в голосовании. Для тех, кто все же, по разным причинам, придет на избирательный участок, призываем голосовать против. Не покупаться на лживые призывы о необходимости, тем самым поддержать социальный блок поправок. Нужно помнить, что представители крупного капитала, естественно и лично Путин, отказались принять наше предложение снизить пенсионный возраст до прежних советских значений. Помнить, что истинная цель всех поправок – легитимировать, то есть придать видимость народного приятия, одобрения, вот этого законодательного закрепления, усиления диктатуры крупного капитала. Наша задача – законодательное закрепление диктатуры рабочего класса и трудящегося большинства. На ее решение и будем работать. Редактор субтитров А.Семкин